Военный духовой оркестр исполняет гимн России. Более двухсот призывников сегодня станут солдатами. Ребята понимают, армия – этап необходимый. Год службы – время кардинальных перемен. И крымчанин Игорь Полинко к ним готов. Я готов служить Российской Федерации. Я считаю, что это долг каждого мужчины в нашей стране. Армия помогает парням выработать много необходимых качеств. Мужественность, желание побеждать. Были военные полигоны. Маршировали, учили этому немного. И поэтому я сейчас готов. Конечно, без волнений родители не обходятся. Отправляю сыночка второго. Уже дождавшись первого, неделю, как увиделись, забираю второго сыночка. Успехов ему самых-самых. Что Нина есть. Чтобы все хорошо было. Призыв уже в третий раз проходит в особых условиях. С поправкой на пандемию. В воинских частях сотрудники прошли вакцинацию. Сделано все, чтобы исключить любые риски для новобранцев. Меры повышенной безопасности, которые предпринимаются как на уровне и местных органов самоуправления, которые помогают нам в этом. Также и Министерством обороны. Это и двойной контроль. По прибытию войска они будут две недели на карантине, где с ними никто не будет общаться. И где каждый день у них будет проверяться и температура. И также они будут тестироваться. И плюс ко всему после этого их всех провакцинируют. После торжественной части призывники прибыли на военный аэродром. Призывники отправляются служить на материк во Владикавказ. Полетят они на военном самолете Ил-76. Путь займет всего два часа. Призыв планируется завершить в середине июля. Служить новобранцы будут в различных родах войск. Их выбор осознанный. Профессия защищать родину не утратила актуальности. Гузель Мобетова и Аким Бекиров. Телеканал Миллет.